Уважаемые товарищи, друзья, да, это именно я, федоратор товаров. Тот самый злой зубной камеры, который все в бане. Всех вообще без исключения. Я люблю тебя за несгибаемость. Смотрите, седьмого часа утром будет лекция потрясающая. Уважаемый Александр Петрович привез сюда мастера по фамилии Клима по продвижению в социальных сетях. Уникальный мастер. Очень точно. Где ветра я очень рад всем заедет по продвижению в социальных сетях. Могу сказать, что в последние 2-3 года уровень наших пользователей в сетях резко вырос, да, в общем-то. И как бы все, что мы делаем, все имеет свое объяснение. Если кому-то есть вопросы по моделированию, позвоните, мне не жалко. А еще я люблю тебя. Я хочу представить Виктора Васильевича Бондаренко. Я рассказал про него страшную тайну. Виктор Васильевич Бондаренко – это травник. Известный травник. Он по-моему не достичь его никогда не любит. Так вот, одной из своих целей в жизни, которую они достигли, поставил цель излечить человечество от самой страшной болезни, которую мы даже, каждый знает, но мы не будем даже назвать ее слухом. Некоторые успехи у него есть. Подходите, значит, добрый. И еще у нее есть такая волшебная крышечка. Такая специальная набиточка. Он можно ободриться, ну, от простуды, скажем. Приходите, говорит, крышечка от простуды. И вот, как бы, его в каждом бодрит, да. На фестивале пухать запрещено. Потом Бондаренко в крышечку налевает. Один-единственный, кто тут грешит, так это нет, товарищ. Но зато вставали, и никто по болезни не ушел. И не уйдет, обещают. И если кто-то почувствовал себя чуть-чуть легким, не домогали, походите, крышечка бесплатная. Крышечек там, как плакаешь на пианино. От любой болезни есть, пожалуйста. И вы знаете, вот, когда рассказывают, какие россии я могу кушать, как им лечиться. Вот мои слушатели, сегодня они, ой, угостили меня таким стаканчиком, такой фреш. Ой, попробовали, я теперь земли не чувствую. Вот, как полезно рассказывать, и потом пробовать то, о чем ты рассказывал. Ну и уж проверьте сразу, я живу, или нет? Вот видите, я стою на ритуале, так что, кушайте все, что есть вокруг, но только спрашивайте у меня, что годится, что нет. Кто-то волонтерушкам не покупал уже капусту на кухню, ни огурцы, ни резинскую. А там травы сколько было? Уже все, сожрали. А на самом деле там много сныти растет и крапивы, которые волонтерушке кушают. Екатерина Шаталева, пятая юга. Макишлай терапевт. Добрый день давали. Вот. Ну все вы знаете уже, что кого-то не давали шаманили, не туда нагадали. Чак вы погнули, это все к нам. Пожалуйста, будьте внимательны к своему состоянию, не уходите в плохом настроении. Даже если вы осознали что-то правда для вас полезное, но вам с этим тяжело, то с этим тоже можно прийти и как-то улучшить свое состояние. И не бойтесь. Я, конечно, пугаю тем, что мы там едим мастеров и так далее. Но на самом деле, ну, мне просто приходит человек, говорит, ну, я вот хочу обратиться, но чтоб только мастера вы не обижали. Ничего, с мастерами ничего не будет, они не осыпятся. И мы их не так уж сильно обижаем. Так что не бойтесь, обращайтесь. Вот, про бесплатное. Все уже знают, еще очень важно сказать, что конфиденциально. Я не пойду потом к власти, он не скажет, у вас пришел такой-то участник. Кто-то сказал, так не будет. Как в любой психотерапевтической работе, все конфиденциально. Спасибо. Екатерина Шуталева. Час работы вне феста стоит 300 гривен. Здесь можно использовать, пока двигается. Пока хорошо не станет. Вон еще один терапевт пятого угла, Никита Пандарчук. В свободное от фестиваля время работают с переселенцами и бойцами. Как волонтер. Уже за день я работаю. Молодец. А, да, ты же говорил, у тебя 800 гривен час. Не у тебя? А сейчас сколько? Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. 250, я понял. Самая нижняя цена. Вот поэтому родственники Белозерова реально боятся, что я у него квартиру уберу, видите? Потому что они знают, что у каждого мастера час стоит работы 300 гривен. А то 400 мастеров 12 дней, вы меня поняли. И все в дом, все в семье. Так. Сазонов Сергей Александрович, Виктория Адатырова, Руслан Ткачевки, штаб-терапевты. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый месяц. Ваку, дастся. Буд. Ну, по нашим планам, сегодня еще кульминация, да, такой, вторая часть экватора. Мы работали позавчера, и было очень много энергии, было очень интересно. Даже трудно было с ним исправляться как-то. Вот. Посмотрим, как будет сегодня. Мы готовы к большой активности. Ну, а вы, как пишите, ждем всех. Приходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, друзья. Мое предложение, ну, хотите совет, хотя бы, вроде бы, не в рамках группы, жгите. Еще 4-5 дней до конца феста всех успеем собрать, не переживайте. Отпустите себя там, оторвите все, что хотите делать. Ну, ну, в смысле работы над собой, запросов там, не удерживайте себя. Я в этом смысле. Ну, ну, в смысле. Ждите, еще 5 дней соберем, не переживайте. Ну, вы видите, ну, про группу все уже сказали. Буду рада вас видеть. Я вам хочу традиционно напомнить, что в октябре месяце 5-е уже Харьковская гештальт-конференция МИГИП начало. И мы вас на нее зовем. Это много мастер-классов, как мы давали, но мастер-классы в гештальт-подходе. Разных ведущих, разные, иногда даже страны, совершенно точно разные города. Разный гештальт, которого вы не видели. Приятного аппетита. Спасибо, Вика. 29 октября. Сезон автодорыва Ткачук – 11. Татьяна Топорова – сертифицированный тренер по танцевальной двигательной терапии системно-семейным расстановкам. Телесно-ориентированный терапевт, символ-травматист. Хороший тренер. Добрый вечер. Сегодня мастер-класс, который будет посвящен расстановкам с симптомом. Берт Хеллингер, которого принято у нас цитировать в посетском пространстве, один из основателей метода расстановок, считал, что все наши заболевания происходят из-за того, что у нас есть чувство вины и чувство любви. Но метод очень активно развивается, и сейчас там есть некие дополнения, с чем мы можем работать. Это будет классическая расстановка. Я принесла еще Таро. Я посмотрю, может быть, как пойдет, мы будем использовать еще в расстановке и Таро-карты. Ну а так предполагается классика – работа с запросами пришедших. Не знаю, сколько мы успеем сделать. Одну, две. Приходите, посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать. Татьяна Топорова в игротеке. В игротеке. Игротека. Вот этот синий сарай, видишь? А так еще метров пятьдесят – оттуда. Там такой зеленый. В синем. Нет, не в синем, дальше. Большая такая. Она темная. Там и карево, и стрички есть. Народ, сегодня вечером вот не просто фаер-шоу. Сегодня будет театр огня «Ноу Фрост» после концертов. Это комната у нас мозга будет. Обещали даже с пиротехникой. Фаерить. Так. Анна Тея – певица, поэтесса, композитор, режиссер, арт-терапевт, мастер спонтанного пения. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю. И я вот провела уже два мастер-класса. Сегодня третий и завершающий мастер-класс на этом товаре. Мой. И, наверное, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить Татьяну Бутятину. Да, за ее прекрасную организацию и за то, что это все настолько как-то легко и играючим, как казалось бы. Да, все происходит с юмором, с шутками. На самом деле это колоссальный пласт работы. И спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне бы хотелось сегодня немножко по-другому провести мастер-класс. Мне часто спрашивают, есть ли у меня музыкальное и профессиональное образование, так как я певица, да, и сама вот преподаю и даю мастер-классы. И я могу сказать не лугая, что очень большую часть, ну, очень огромную помощь я получила в открытии голоса, вот в тех практиках, которые я практикую сама, предлагаю другим. Я получила эти знания, эту информацию продолжаю получать от кристаллов, минералов, деревьев, моря, земли, от потоков, потоков энергии, которые постоянно пронизывают это пространство. И сегодня мне хотелось бы провести для вас такое обновляющее звуковое, трансформационно-звуковое путешествие вглубь себя, вглубь каждого из вас и пройти его вместе. Я буду вас немножечко вести. И некоторые моменты я буду предлагать звучать вместе, прозвучивая те ресурсные состояния, которые будут проявляться для каждого из вас. Мне обязательно куда-то для этого ходить. Я буду здесь, на этой сцене, вот с этим микрофоном. Часть этой медитации, этого путешествия я буду проводить сама, часть в тандеме с замечательным Константином и с его прекрасным бубном. Вот он сидит так скромно кивает. Вот. И я надеюсь, что все это время мы проведем, ну те, кто решат, кому откликнется быть в этом зале вместе, я надеюсь, что мы проведем это по-настоящему каком-то обновляющем, исцеляющем и раскрывающем потоке. Спасибо вам. Анателья будет здесь. Кто был на мастер-классе у Натальи Лиханов? Поднимите ручки. Сережечку забыли. Хорошая Сережка. Хорошая Сережка. Пусть она у вас будет, где ваш телефон там. Хорошо? Алексей Богданов. Кто хочет на Богданова пойти, поднимите ручки. Ты хочешь, да? Значит, YouTube для вашего бизнеса называется у него мастер-класс. Если кто-то его хочет, я дам визиточку. Подзвоните, он вам бесплатную консультацию в Харькове сделает после феста. Лариса Пашкова и Марабая Надежда. Астрологи, преподаватели. Здравствуйте. У нас сегодня самый веселый мастер-класс – это имидж. Имидж скорость еще астрологии. Это практическое занятие. И все желающие смогут получить информацию о том, как нас видят другие люди. И почему именно так они нас воспринимают. И если здесь есть конфликты, мы хотели так, а нас видят по-другому, попробуем в этом разобраться. Я хочу добавить, что это немножечко астромагия. И о чем это? То есть у вас есть какая-то сфера жизни, которая там, допустим, на этот момент в жизни буксует, и можно ее сдвинуть, поменяв цвета в одежде или стиле. И про это мы будем сегодня говорить. Можем поиграться с этим. Спасибо. Приходите. Девятое. Виктор Пантеренко – Травник. Бесконечно уводящий людей – приз. Здоровался. Сейчас весна. Все вышли с зимы без витаминов, без микроэлементов. Зелень на городе не выросла, плоды еще не выросли. А слабость появляется. Вот, чтобы ее исчезла от вашей слабости, вокруг нас природа позаботилась, сколько зелени растет, причем съедобной, причем вкусной, насколько полезной. Серафим Саровский три года ел тусны и жил нормально при этом. Понимаете? А ее тут косой коси. Поэтому, кто это не знает, подходите, спрашивайте. Любой вопрос. Поймали меня? Индивидуальный мастер-класс. Заболели? Нет, не заболели. Подумали заболели. Подойдите к крышечке. Всем желаю здоровья и рад встрече, рад беседе с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Андрей Литвинов. Системный дизайнер. Магистер Рейки Игдрасиль. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прямо сегодня. Прямо давали. Соответственно, если кому-то это интересно, вы сегодня можете подойти. Что у нас будет? Я обращаюсь к тем, кто занимается интуицией, экстрасенсорикой, магией и подобными вещами. Возможно, у вас это получается, возможно, у вас это пока ещё не получается, но вы хотите этому научиться. Соответственно, для этих людей у вас есть шанс. Сегодня, только сегодня получить подарок. На УКИ на систему Рейки Игдрасиль. Это одна из самых мощных, самых эффективных систем, которые реально прокачают интуицию. Когда-то я этим занимался, это реально хорошая вещь. Так что, если вам интересно получить что-то новое и что реально работает, это сегодня. Где? Подъясни, не уходи. У меня к тебе вопрос личный есть, про личную жизнь. Восьмой комнате. А вот скажи, вот есть просто рейки, а есть рейки и к драссе. Чем они отличаются? Рейки и к драссе объединяют рейки и роны. То есть берем всю мощь рон, добавляем к гармонизации рейки и получаем мощнейший инструмент. Тут даже добавляем еще и таро, тут даже добавляется сексуальная магия. И в общем, реально разные инструменты, которые, если вам интересно прокачать свою жизнь, это можно сделать в этой системе. Спасибо. Восьмой комнате. Лиля Чудова. Здравствуйте, друзья. Продолжаем цикл игр на товаре империя магов. Сегодня вторая игра. О чем игра? Она о нас. Собираются люди, которых не знаю я, и, может быть, не знаете вы. И в этой магии общения каждый что-то узнает о себе. Все уйдут со своими инсайтами. Или с вопросами, но те, которые не поставят их в тупик, а дадут возможность подумать и что-то решить в своей жизни. Приглашаю. Шесть-восемь человек играть три часа. Илья Чадарова будет в комнате пять. Виталий Сизоненко, член оргкомитета, премьер-инструктор. Добрый день, друзья. Меня зовут Виталий. Сегодня у меня будет занятие по ораторскому искусству у Таны Азы. Для того, чтобы научиться ездить на велосипеде, нужен велосипед и о нем ездить. Читать, смотреть бесполезно. Нужно брать и ехать. Потому что, чтобы научиться играть на гитаре, вам нужна гитара и перебирать пальцами. Только так вы научитесь играть. Для того, чтобы научиться выступать на сцене, вам нужна сцена и непосредственно выступать на сцене. Только так будет уходить страх, зажатость. Только таким образом вы научитесь. Сегодня на занятиях будут на основе. То, как делать паузы, жесты, зрительный контакт. Большое спасибо за внимание. До встречи. Двенадцатая. Это вот. Сзади наш сзади. Так. Игорь Хохуля. Великий поезд. Добрый день, товарищ. Я все продолжаю вести все тот самый свой же волшебный мастер-класс. Ресурсная, телесно-ориентированная практика. Сейчас будет вторая половина. Те, кто прошел хоть когда бы то ни было, надо варить в предыдущие годы. Начиная с 2005-го. Те, кто прошли постановку тела, могут приходить сейчас на вторую половину, 12-казового движения, но будут заниматься динамическим балансированием тела по трём осям. Находить в теле ресурсы, вырабатывать эндерфины. Как всегда, я про это очень много буду рассказывать. Те, кто до сих пор не поверил, что это всерьез, спросите тех, кто прошел хотя бы это. Это действительно здорово и интересно. Мало отношения имеют к шоу, к тем шоуменам, которые наши друзья занимаются этим. У нас просто общий инструмент и общий интерес. Но каждый занимается своим делом. Спасибо, жду вас всех на, вот здесь вот, на площадке. Ты не верил все с ним, конечно? Он с тобой не верил все, да? Ну ладно. Сам не верил. Мафия. Мафия. Ярослав. И дракон. В общем, всем привет. Сейчас будем играть в мафию, в столовой. Всем, кому интересно, подходите, подыграем и расскажем, что это такое. Спасибо. Спасибо.